Девушки отдыхают Мы настоящие ценители искусства И обожаем свой город, ведь он самый красивый на земле Мы каждое воскресенье ходим в церковь При этом никто не откажется от похода на вечеринку У нас одна жизнь, поэтому мы получаем от нее удовольствие Добро пожаловать в Рим! Это «Жизнь других» Девушки отдыхают Великих диктаторов, гладиаторов, художников, архитекторов, режиссеров Но также он видел простых врачей, простых учителей, студентов, мусорщиков, продавцов цветов И вот о том, как живется этим простым людям В одном из самых великих и красивых городов мира Мы сегодня и узнаем Я могла бы родиться в семье Джулии и Матео Я бы могла родиться в семье Пупо В семье любимого итальянского певца Пела бы с отцом под гитарой его песни И рассекала бы по улочкам Рима на своем мопеде Но пусть я ребенком знаменитости или офисных работников Мои родители мечтали бы о том, чтобы я родилась в одном и том же месте Госпиталь Фотабене Фрателли находится на территории старого города А родиться в том месте, где рождался Рим Честь для каждого римлянина Родиться это хорошо Но у госпиталя есть и другие преимущества Например, он государственный А значит, при наличии страховки Родителям ничего не придется платить за роды Но есть и обратная сторона медали Наши роженицы могут приезжать в госпиталь по пять раз за сутки во время схваток И столько же раз уезжать обратно Мы можем принять только тех пациенток, которые уже рожают Ведь желающих много и палаты переполнены Прежде чем родить, я потратила немалую сумму на такси Ведь скорая за нами не приезжает А родить за рулем мне не очень-то и хотелось После родов многие жительницы Рима не засиживаются дома И уже через три месяца отдают ребенка в сад и возвращаются на работу Благо, частные сады берут детей с трехмесячного возраста В Риме есть закон, что дети с трех месяцев не могут спать в кроватках Ну вот в люльках, как вот обычно дети спят Потому что воспитатель должен видеть Если она будет сидеть на полу с детьми играть Она не будет видеть, что ребенок в люльке делает А так на матрасике лежит трехмесячный, она его видит Захочет уползти, она его назад Вот как дафна, видишь, лежит себе У частных садов есть ряд преимуществ Пока многие госсады работают с 8 до 16 часов Рабочее время частных с 7 утра и до 7 часов вечера К тому же, пока госсады заказывают питание у поставщиков В частных повар все подает с пылу жару Сегодня на обед будет паста с рыбой и морковка Вы уж простите, сразу вспомнила, как в детстве меня кормили вареной морковкой А я ее так не любила Но паста с рыбой это хорошо Любят дети пасту с рыбой, да? Да, очень любят А морковку вообще уплетают за обе щеки Ты б только видела Вот, счастливые дети, понимаешь Здесь все привыкают к вкусной пище Ну вот с морковкой, конечно, есть вопросы Но это для меня Пожалуй, единственный минус всех частных садов Это их стоимость В центре сад обойдется в 700-800 евро за месяц А за его пределами будет стоить около 400 Но мы и на это согласны Ведь из-за большого спроса о государственных бесплатных садах Даже и речи быть не может Вы можете подумать, что за грабеж средь бела дня Но и на этот вопрос есть ответ Все дело в стоимости аренды Доступных помещений очень мало Мы, например, арендовали бывший дом садовника при дворце 19 века И платим 12 тысяч евро в месяц Прибавьте к этому зарплаты воспитателям Стоимость питания и налоги Вот и получается 800 евро за ребенка Радует только то, что такой сад может находиться в двух шагах от Колизея Или, например, на соседней улице с фонтаном Треви Так что, забирая своего ребенка из сада, можно будет каждый день наблюдать всю эту красоту Правда, придется пробираться через сотни туристов Все туристы, приезжая сюда, ну, вы, да, знаете, бросают и бросают деньги Бросают и бросают И три раза в неделю люди приходят и собирают их Сколько? Как? Мы все это сейчас и расскажем Господи, ты когда монетку бросить сейчас У тебя есть монетку, Сереж? Во время каждой уборки мы достаем из фонтана до 450 килограммов монет Которые мы сразу же отдаем благотворительной организации «Каритас» Евроценты мы собираем в одни мешки, а иностранные монеты в другие Чтобы позже их можно было также перевести в евро За год мы достаем из фонтана миллион, миллион двести тысяч евро Каждую неделю после того, как заканчивается чистка Народ собирается вокруг фонтана и с замиранием сердца ждет его запуска И сегодня эта почетная миссия досталась мне Сейчас я иду в святая святых В то место, где включают фонтан Триби Пока вот люди все ждут, я сейчас зайду и нажму на кнопку и включу фонтан Я не как идиотка, но просто когда вам предложат включить фонтан Посмотрим на вас, о господи Итак, сейчас мы будем включать, я буду сейчас включать фонтан Триби Так, ну, давай, прям так волнуюсь, понимаешь, конечно, будет что рассказать внукам Давай, давай, так, повернули Ну, все, пойду Дело сделано Фонтан запустили, теперь туристы смогут и дальше бросать в него монеты Но, несмотря на их щедрость, местные жители не очень-то ими рады У меня порой не хватает терпения на все эти толпы туристов А они повсюду и не дают никому проходу Я рада, что Рим такой популярный среди путешественников Но порой кажется, что город принадлежит им, а не нам, местным жителям Мне грех жаловаться, ведь я неплохо на них зарабатываю Итальянский режиссер Пауло Соррентино в своих фильмах показывает Италию так, как еще не удавалось никому Кстати, именно Соррентино снял атмосферный сериал с Джудом Лоу «Молодой папа» А его фильм «Великая красота» очень точно и во всех красках демонстрирует жизнь других в Риме Признаюсь честно, по пути в Рим вновь пересматривала это кино в онлайн-кинотеатре «Опко» Я скачала его на телефон перед самолетом и смогла посмотреть даже без интернета И чтобы вы тоже смогли посмотреть великую красоту и окунуться в атмосферу Рима Для вас есть отличное предложение от онлайн-кинотеатра «Опко» Промокод на подписку всего 1 рубль Успейте подписаться до 30 сентября, чтобы получить доступ на 35 дней Подробности и ссылка в описании Массимо уже 5 лет работает гидом Начиная с Пасхи и до начала ноября он активно проводит экскурсии Своим клиентам я назначаю цену сам Но если меня нанимает фирма, то платит мне фиксированную ставку 133 евро за трехчасовую экскурсию С которой я, разумеется, плачу налог почти 50% За год экскурсоводы в Риме зарабатывают обычно от 10 до 30 тысяч евро Прежде чем зарабатывать по 2500 евро в месяц, гидам приходится изрядно попотеть Для проведения экскурсии надо иметь специальную лицензию, которую получить порой сложнее диплома университета Экзамен проводится раз в несколько лет и стоит 300 евро Не многие сдают его с первого раза, ведь надо идеально ответить на 45 вопросов из 60 После чего пройти еще и устный экзамен Чтобы подтянуть свои знания по многовековой истории Рима, многие посещают курсы, цена которых стартует от 700 евро Тех смельчаков, которые решат вести свою деятельность без лицензии, ждет неприятный сюрприз За проведение экскурсии без соответствующего документа гида ждет штраф 175 евро Он может трижды попасться, после чего его арестуют и будут применять более жесткое наказание Мы с мужем иногда берем частные экскурсии, чтобы лучше узнать свой родной город До недавнего времени Джулия и Матео уделяли все свободное время саморазвитию и своим хобби Но те времена уже в прошлом, ведь в свои 35 они впервые стали родителями И теперь вся их жизнь крутится вокруг их ребенка Джулия, скажи мне, ты вот родила в 35 лет Тебе никто не говорил, Джулия, тебе уже пора рожать, тебе уже там 30, 32, 33 То есть не было таких разговоров Для итальянок это нормально в этом возрасте рожать первого ребенка? Если вы обратите внимание, то в основном все родители в Италии старики Ведь мы в первую очередь думаем об образовании, карьере, решаем квартирный вопрос Но это полбеды Еще одна проблема найти порядочного мужчину А вообще, какие они римские мужчины? Они семьянины? Или в принципе у вас равные абсолютно права в семье? Все работают, все с детьми ходят До 40 лет мужчины живут в основном для себя и не хотят обязательств Поэтому непросто найти партнера для создания семьи, который готов брать на себя ответственность Говорят, что итальянские мужчины маменьки не сынки И для них мама это главный человек в жизни Как мама сказала, так он и будет делать У вас есть в семье такая проблема, что твой муж служится маму, а не тебя? Ну что сказать, в борьбе со свекровью я всегда проиграю Мне кажется, все итальянки смирились с этим фактом Главное как-то подружиться с его мамой И тогда будешь в полном шоколаде Сколько бы мне не было лет, я всегда буду прислушиваться к совету своей мамы Любовницы меняются, а мать одна на всю жизнь Что касается расходов, пара делит все поровну Например, на коммунальные услуги уходит около 200 евро в месяц Не считая мелких расходов на интернет и домработницу Джулия и Матео уже пять лет живут в трехъярусной квартире На верхнем ярусе, на котором мы только что общались с Джулией Расположена терраса В самом низу спальня и ванная А посередине небольшая гостиная и кухня Вот это значит у нас большая комната, да? О, это муж? И дочь Аличия Привет, рад знакомству Чао, чао, дочь какая хорошенькая Аличия? Аличия Аличия, ну вот я пришла, показывайте мне свой дом Так, это кухня, да? А кухня оказалась очень компактной Наша маленькая кухня А ты много проводишь времени, вот как хозяйка здесь на кухне? Когда родилась дочь, я стала проводить тут почти все свободное время А что я у вас не вижу в кофемашинке? О, обижаешь? Да, 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 вещь я сразу прошу, проши Незаменимая вещь в доме Конечно, все что угодно может не быть в итальянском доме, только не кофемашинка Квартира Джулии Матео в 90 квадратах стоит около 300 тысяч евро И это им повезло, что они живут за пределами исторического центра города Тысячи лет назад Рим был огражден стенами Все, что внутри них – историческая зона Все, что за их пределами – менее элитная часть города Из-за расположения некоторые товары и услуги могут отличаться в цене в два, а то и в три раза Если цена на недвижимость и детсады зависит от локации, то на стоимость высшего образования очень сильно влияет другой момент В зависимости от дохода семьи студентов формируется стоимость обучения Минимально придется платить 600 евро за год, максимально 1800 Но учитывая, что в Риме множество знаменитых университетов, такая цена – просто подарок Поступить в Римскую консерваторию очень сложно и очень престижно Тут огромный конкурс, потому что, ну, это одна из лучших консерваторий мира О том, как им тут учатся и что ждет выпускников этого заведения, сегодня мы все узнаем Римская консерватория – это Оксфорд среди всех консерваторий Чтобы сюда поступить, необходимо закончить старшую школу по направлению искусства И в совершенстве играть, петь или сочинять музыку Лучшие выпускники этого вуза после получения диплома работают в самых известных театрах И играют в самых знаменитых оркестрах Поэтому неудивительно, что такие студенты, как Эторе, делают перерыв после школы Чтобы лучше подготовиться и получить заветное место в консерватории Когда конкурс 20 человек на место, надо соответствовать После школы я целый год, каждый день занимался с преподавателем индивидуально Мне приходилось работать, чтобы платить 20 евро за каждое занятие Надеюсь, оно того стоило, и я стану великим музыкантом Кроме консерватории, немалым спросом пользуется Папский Григорианский университет Среди выпускников этого университета 14 пап римских А среди нынешних студентов тут возможно встретить монахинь, священников, светских людей и даже атеистов С ними я сейчас и пообщаюсь Чем вы будете заниматься после окончания? Я изучаю социальные науки и планирую заниматься политикой в будущем А я хочу посвятить свою жизнь служению Богу, поэтому стану священником Я, конечно, прошу прощения, но ты можешь быть папой потом, в будущем? Теоретически могу А вы кем будете после окончания? Я как была обычной монахиней, так я и останусь Ведь давно выбрала этот путь, приняв обет безбрачия, бедности и послушания Если вы не хотите продвигаться по карьерной лестнице, то зачем вам учиться тогда здесь? Нельзя путать служение Господу с построением карьеры Учеба мне нужна для того, чтобы лучше разбираться в том, во что я верю Я пришла сюда за новыми знаниями А, ну да, тогда понятно Среди наших студентов всего 30% светских людей Остальные уже так или иначе имеют отношение к церкви В будущем, в выборе вашего пути вы можете иметь семью, детей? Так как я скоро стану доктором наук и не буду служить в церкви, мне все можно Я уже принял обет безбрачия и не могу встречаться с женщинами и заводить семью Я выбрал Бога То есть это ваш выбор с детства? Вы жили в религиозной семье или вы к этому пришли? Где-то в старшей школе? Вот как это произошло? Нет, у меня обычная семья До 18 лет и не думал связывать жизнь с церковью Но изучая философию, мне захотелось стать священником А как ваши близкие родители отнеслись к вашему выбору? Они были в ужасе Ведь они мечтали, чтобы я стал юристом и подарил им внуков А я бросил юридические на третьем курсе и принял обет безбрачия В нашем университете есть факультеты богословия, философии, канонического права, истории церкви и другие Образование платное и стоит 2150 евро в год Было ли у вас когда-нибудь, что за время обучения вы могли усомниться в своем выборе? Вообще, бывают у вас минуты такие? Были минутные сомнения, особенно когда семья не принимала Но это ведь моя жизнь, и я сам выбираю, по какому пути идти Вы как-то связаны, как-то, может, практику проходите или хотите попасть в Ватикан? Я когда-то мечтала, теперь понимаю, что на все воля Божья Хоть Ватикан и находится в двух шагах от университета, для многих его выпускников он так и останется недосягаемой мечтой Ну, вот еще одна шикарная улица С правой стороны гостиница, с левой собор В принципе, ничего особенного, в Риме на каждом шагу все это находится Ну, один маленький нюанс, я нахожусь в Ватикане Пожалуй, единственное, чем не может похвастаться Ватикан, так это аэропортом А в остальном тут есть все Свои заправки, магазины, столовые, вооруженные силы и даже своя футбольная команда Сотни людей ежедневно работают над тем, чтобы жители Рима и миллионы туристов могли увидеть всю эту красоту в первозданном виде Паула и его команда, например, восстанавливают фрагменты древних мозаик в соборе Святого Петра Весь материал мозаик мы подготавливаем самостоятельно вручную Работа, скажу я вам, ювелирная Ведь от цветной смальты надо отколоть небольшой фрагмент А их порой надо несколько сотен, только для одной мозаики Про подбор оттенков я вообще молчу, их просто тысячи Сейчас многие обеспеченные люди заказывают у нас мозаики и презентуют своим близким в качестве сувенира из Рима Хороший сувенир из Рима, я тебе хочу сказать, очень У меня друзья просто, Жан, привези мне из Рима сувенир какой-то А сколько стоит такой сувенирчик? Это 19 век, работа стоит почти 50 тысяч евро В Ватикане живет около тысячи человек Папа Римский и вовсе живет в шаге от мастерской А большая часть работников Ватикана приезжает сюда из Рима Оказавшись тут, я просто не могла не разузнать про ватиканские офисные будни А на обед ты в Ватикане обедаешь или куда-то выходишь в Италию пообедать? Когда как, на территории Ватикана есть замечательная столовая Тут вкусно и намного дешевле, чем в Риме А сколько кофе чашечка стоит? Если в городе она обойдется мне в полтора евро, то тут я заплачу всего 70 центов А скажем, я знаю, что заезжать на территорию Ватикана тоже можно только с номерами ватиканскими Это ватиканские номера или итальянские на машине? Нет, ватиканские номера есть только у религиозных работников Но самое главное, что у нас тут есть парковка, и я могу сюда спокойно заезжать и оставлять машину А для Рима это большая радость, скажу я вам Ведь в центр города на своем авто просто так не заехать В Риме существует зона ограниченного движения Она включает в себя исторический центр и соседние районы Въезд в них разрешен только жителям этих районов, работникам и городским обслуживающим службам Всем остальным выпишут штраф 80 евро, если они решат туда заехать Немного проще дела обстоят с другими видами транспорта Стоило мне пересесть на мопед, как моя жизнь заиграла новыми красками Я имею право передвигаться на 95% улиц К тому же мне не страшны пробки, которыми славятся дороги Рима Теперь неудивительно, что в городе столько мотоциклистов и любителей мопедов Передвигаться по центру Рима очень сложно Но компания Рим-такси вас отвезет туда, куда обычному транспорту въезд запрещен Поехали! Рим-такси – это автомобили престиж-класса Организация индивидуальных туров и русскоязычные водители Выступающие в роли сопровождающих и переводчиков Также в Рим-такси вы можете сами арендовать автомобиль или мотоцикл для свободного передвижения по городу Рим-такси обеспечит комфортный и качественный отдых А также доставит вас туда, куда остальным компаниям вход закрыт Моя машина пылится в гараже, потому что стоит мне на ней выехать, как я получаю штраф за штрафом Из-за этого я давно пересел на такси Так как в центре порой сложно припарковать машину, мне приходилось отдавать по 20 евро в день за платную парковку Проще перейти на общественный транспорт Проезд на автобусе или в метро стоит всего полтора евро Купить билет можно в автоматах, газетных киосках и табачных лавках Вот только они не всегда есть по близости В Риме купить билет на общественный транспорт не так-то и просто Если ты не знаешь, где его купить И есть один прекрасный выход И такой пластиковые бутылки Да, пластиковая бутылка есть и билет есть на автобус Несколько месяцев назад у жителей Рима появилась уникальная возможность Сохранить планету и бесплатно прокатиться на метро Акция так и называется Больше перерабатываешь, больше путешествуешь Бутылку можно обменять на кредит в 5 центов Поэтому проезд в одну сторону можно оплатить 30 пластиковыми бутылками На такой шаг власти Рима пошли из-за того, что город практически завален мусором Аппараты по приему бутылок пока что установлены на трех станциях метро в тестовом режиме Возможно, в скором времени они появятся по всему городу Ведь у нас такой красивый город и хочется сохранить его в чистоте Сейчас миллионы людей восхищаются фонтаном де Треви Колизеем, пантеоном, но не все мировые памятники архитектуры изначально нравились людям Эйфелеву башню в Париже, например, считали самым уродливым сооружением и просили снести А собор Саграда Фамилия в Барселоне считали полным сумасшествием Да и в Риме есть одна статуя, которую римляне на дух не переносили Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, ее даже переделывали Но и это делу не помогло Я не знаю почему, но каждый раз, когда я покажу мимо этого памятника в Риме Начинается дождь Может быть, это местные жители плачут, потому что они считают Вот эту статую самой уродливой в городе Сейчас я пойду к Оливьеру Рональди, автору этого произведения И узнаю, как же он справляется с этим негативом Господи, ну вот этот дождь, эти слезы А Оливьеру и не думал огорчаться по этому поводу Он все так же продолжает творить в своей небольшой римской квартире-мастерской Которая обставлена картинами-инсталляциями и уменьшенными копиями его работ Попадая сюда, сразу окунаешься в атмосферу римской богемы Оливьера, а скажи мне, а что ты сейчас делаешь? Над чем ты сейчас работаешь? Женщина красивая, портреты или что это? Сейчас я полностью поглощен работы над частными заказами От них отбоя нет Рим это потрясающий город, в котором работал Микеланджело, Рафаэль Вольно или невольно, все равно вас всех молодых, новых художников, скульпторов с ними сравнивают А быть достойными, мне кажется, это так сложно Каково это? Очень почетно и лестно быть в их числе Но я не пытаюсь кого-то превзойти Я лишь делаю свой небольшой вклад в развитие города Ваше произведение искусства стоит возле вокзала Когда вы его сделали? Я знаю, что было очень много негативных отзывов Как вы это воспринимали? Как вы вообще с этим жили? Боролись ли? Или вам было плевать на все? Я бы огорчился, если бы критики не было вовсе Лучше у жена, чем равнодушие Статую Давида, которую сделал Микеланджело, тоже бросали камнями Но прошли годы, и все стало на свои места Сейчас гонорар Оливьеру составляет десятки тысяч евро Но прежде чем стать признанным скульптором, его ждало немало разочарований Я никогда не хотела все бросить и заняться, я не знаю, бизнесом, точными науками Зарабатывать много денег Сомнений было много, но каждый раз я давал себе слово не сдаваться и не опускать руки Ведь кто не рискует, тот не попадает в путеводитель по городу Но чтобы попасть в этот самый путеводитель, не обязательно быть скульптором Можно открыть один из самых ярких ночных клубов в Риме И вуаля, ты уже звезда Когда с улиц пропадают все туристы, жизнь в Риме только начинается Местные жители за ночь могут запросто посетить пару-тройку заведений Пока у нас не родился ребенок, мы с мужем частенько тусили среди недели Несмотря на то, что завтра на работу Ночная жизнь в Риме заслуживает отдельного внимания Так как отдыхают тут, не отдыхают больше негде О том, как развлекается римская богема, ходят легенды Они устраивают вечеринки на крышах домов, музеях, да где угодно Лишь бы денег хватило Но мне интересно узнать, чем же занимается этот небедный слой римского населения В дневное время суток Ну, помимо работы, разумеется Америку уже 25 лет И он до сих пор живет своими родителями Поверьте, будет еще 25 лет жить с ними Ну, на самом деле, если мой папа было бы 6 таких яхт Я бы тоже с ним жила, да? Так что, сейчас мы узнаем, что еще нормально для римских семей Кроме того, чтобы с ними жили их великовозрастные сыночки Семья Гвардильи почти все свое свободное время проводит на своей судоверхе Вот уже 24 года, как семейная пара превратила хобби в бизнес И конструирует парусные лодки для обеспеченных римлян Флавия Масима И их дети не только делают яхты Но и участвуют на них в регатах И пока у семейной пары выдался небольшой выходной Я решила отправиться с ними на морскую прогулку Как часто вы с семьей собираетесь на яхте и выходите в море? Когда дети были меньше, выходили часто Сейчас сложнее подобрать время, чтобы все были свободны Вам не холодно вообще? Я вот сижу в шапке, шарф у меня тут все трясутся Вам нормально, да? Вы привыкли? Вам эта хорошая погода сейчас кажется, да? Нам отлично, но в это время года мы чаще всего улетаем на Карибы На несколько месяцев Там гораздо приятнее Как говорится, богатая жизнь, она другая За год на верфи Масима и Флавии выпускают около 10 лодок Каждая из которых стоит полтора-два миллиона евро Работа, можно сказать, ручная, поэтому и стоит соответствующим Но это Италия, и тут не стоит забывать о налогах Налоги воздушат Еще как! Они баснословные Надо менять законы, менять правительство, и тогда, может, будет все как положено У вас никогда не было мысли уехать из Италии и делать бизнес где-то в другом месте? Ни за что! Небольшие детали для наших лодок мы изготавливаем в Польше, но основная часть работ именно здесь Вы обращали внимание, что в странах с самыми высокими налогами самые качественные вещи? Ведь мы не имеем права на ошибку Америку 25 лет, Бьянке 23 года Они идут по стопам своих родителей и в будущем продолжат семейный бизнес Вот ваша семья обеспеченная, и мне вот интересно, ваш ребенок отличается от других детей, чьи семьи недостаточно зарабатывают? Деньги не имеют никакого значения Важно лишь, как ты воспитываешь своих детей Наши, например, даже ходили в госшколы Мы хотели, чтобы они видели реальную жизнь и не жили в мире иллюзий Школьное образование все жители Рима получают на протяжении 13 лет И за это время они успевают сменить три школы Начальную на среднюю, а среднюю на старшую В общем, все, как и во всей Италии Но есть в Риме одна школа, которая сделала революцию во всемирной системе образования Часто я рассказывала про систему Монте-Сори, где занимаются дети в мире А в Риме я пришла в школу, где эта Монте-Сори непосредственно и зародилась Держи, посмотрим, где же это все начиналось В этой самой квартире Мария Монте-Сори и придумала свою систему По которой обучают детей и подростков в школах Азии и Америки, Европы и Австралии Сейчас на этом месте расположен государственный детский сад Который входит в группу школ и садов имени Монте-Сори Наши сады и школы на особым счету в Риме Ведь родители доверяют системе Монте-Сори Она уважает и принимает желание ребенка и его внутренний мир Он сам выбирает направление, которое его интересует А учитель лишь помогает ему в этом Но в какой бы школе ребенок не учился, в старших классах Всех ждет одно и то же За время учебы в старшей школе абсолютно все ученики должны отработать 300 часов в социальных учреждениях Таким образом они получают трудовой опыт Вот так вот в качестве волонтеров после уроков дети познают все прелести трудовой жизни Как, например, эти школьники, работающие в доме престарелых Ох, как интересно! Вот это общий зал, где собираются все, чтобы поговорить, пообщаться И вот ребята, волонтеры приходят и помогают, и проводят время, помогают людям пожилого возраста Привет! Вы сюда часто приходите? По закону мы тут должны быть раз в неделю Ты в каком классе учишься? Я уже в выпускном классе Почему ты сюда приходишь? Тебя заставляют? Нет-нет-нет, мне нравится помогать старикам Что ты тут делаешь? Помогаю дойти до комнаты, приношу еду, убираю посуду и, конечно же, болтаю с ними Я очень рада, что есть такая программа Ведь благодаря ей подростки становятся более ответственными А некоторым она помогает определиться с выбором будущей профессии А что это за программа у вас в школе, что вы должны где-то работать? Это вас всех отправляют или как? Или только некоторых? Кто плохо учится или хорошо наоборот? Раз в неделю нас делят на группы и отправляют в разные организации в качестве волонтеров Чтобы мы помогали и получали опыт Куда еще отправляют вас? В приюты для животных и в детские спортивные секции Но мы так полюбили этих бабушек и дедушек, что приходим сюда уже по собственному желанию Супер! Молодцы! А что самое сложное для вас здесь? Самое сложное – это найти с ними общий язык Они старенькие и очень ранимые Они, наверное, рассказывают свои какие-то истории, да? Да, в основном о войне, ведь половина из них ее хорошо помнит Несмотря на то, что пенсионный возраст наступает в 67, средний возраст жителей дома престарелых составляет 85-87 лет Вот Антонио, например, 83, Франческо и Марко по 97 А Текла и вовсе уже отпраздновала свой столетний юбилей Но, несмотря на свой интересный возраст, энергии в ней хоть отбавляет Она, как и в молодости, проводит время со своими друзьями И каждое утро выбирает, в каком наряде показаться перед подругами Каждый день у меня дилемма, что же надеть Думала, на пенсии мне будет на это плевать, но, увы Думаю, завтра надену вот это красное платье Боже, и какое платье красивое красное Ну, очень, ну, очень, ну, красиво Завтра обещают похолодание, и воротник мне пригодится Вот римская модница и в 100 лет модница, понимаешь? Выбираем платье на завтра, чтобы быть красивой даже и в 100 лет И в 200 лет женщина в Риме должна быть просто красавица Так надо мне переодеться, да, позорище какое-то Месяц пребывания здесь обходится от двух до двух с половиной тысяч евро Учитывая, что средняя пенсия в Риме всего 800 евро Наши постояльцы либо заранее подготовились к старости Либо вынуждены просить помощи у своих детей Ой, а это ваши внуки, наверное, правнуки Красивые какие Да, это фотографии моих любимых внучат Они так быстро растут А почему вы живете здесь, а не с семьей? Старая я уже Здоровье никудышнее и ходить тяжело Дома было бы трудно, а тут я под постоянным присмотром К тому же тут у меня появилось много друзей Вы когда утром просыпаетесь, вы счастливы? Конечно же, я пережила войну Была свидетелем множества открытий Вырастила замечательных детей Увидела не только внуков, но и правнуков Это ли несчастье? Скоро ряды римских пенсионеров пополнит и известный итальянский певец Пуппо Под его джелата чоколадо отгуляли не одну свадьбу Отпраздновали массу юбилеев и станцевали сотни корпоративов Я с детства люблю Пуппо Помню все его выступления на фестивале Сан Ремо Пуппо самый яркий представитель итальянской эстрады Очень надеюсь однажды встретить его на улицах Рима Застать Пуппа дома большая редкость Но мне сегодня несказанно повезло Он вместе со своей женой Патришей только что прилетел с гастролей Как живется в Риме богатым и знаменитым Сейчас узнаем у народного любимца Когда приезжаете в Рим после гастролей, вот это ваш дом, правильно? Вот тут вы и живете В Риме у меня много работы Чтобы не жить постоянно в отеле, мы арендуем здесь эту квартиру Несмотря на то, что она маленькая, стоит 5000 евро в месяц Все дело в том, что это очень безопасный район и тут нам спокойнее У нас маленькая кухня, маленький диван, телевизор и пустой холодильник Сейчас вам покажу Так, тут у нас пиво, пиво, бутылочка шампанского А вот еще и пармезан остался Так, хорошо, конечно, это сыром, шампанское, почему бы нет? Ну а в шкафчиках у нас обязательно есть паста Но она вся без глютена Ну, честно скажу, не густо То есть, а что еще? А вы готовите что-нибудь для мужа или вы заказываете еду? Ничего не готовлю И не надо, чтобы готовила Я как-то попросил сварить мне пасту Скажу, это было худшее, что я ел за всю свою жизнь Поэтому я всегда прошу Патришу заказывать еду В этом она у меня номер один Молодец, а я тоже номера у на приготовлении кофе Поэтому, в принципе, я понимаю, в чем проблема и радость в вашей жизни Зато моя жена в Тоскане всегда радует меня своими кулинарными шедеврами Никогда с ней не разведусь, потому что ей нет в этом равных Оказывается, у Пупа две жены Неофициально, разумеется Одна жена с детьми живет в Тоскане А вторая колесит с ним по миру И по совместительству является его менеджером А почему не разводить? Это сложно в Италии разводиться, да? У нас особенная история Мы уже 30 лет так живем и всем комфортно Так, я присаживаюсь Мне уже интересно Садись, садись, садись Так, подождите, ну и как это так? В Италии, то есть, две жены, рассказывайте, и что дальше? Официально я состою в браке только с одной женой Но одинаково люблю обеих Это ведь не запрещено Мы часто вместе ходим на ужин Вместе встречаем Рождество и Новый год Вас это устраивает, я это понимаю А вас это устраивает, вы бы не хотели, чтобы он развелся и официально бы женился бы с вами Я не в восторге, но мы уже научились его делить Вот это я понимаю Жизнь других Поистине итальянские страсти График Пупа расписан на год вперед Чтобы пригласить его на свое мероприятие Придется заплатить кругленькую сумму Но как и все итальянцы Он исправно платит налоги А из-за высокого заработка Они составляют 60% Есть ради чего платить такие налоги? Вот вы знаете, куда идут ваши налоги? У меня нет ответа на этот вопрос Я не знаю, как с такой системой вообще можно жить Я люблю свою страну, но не власть Ну, может быть, пенсионеры уже чувствуют на себе вот эти все налоги, которые они платят Жанна, о какой хорошей жизни на пенсии может идти речь? Если в лучшем случае мне будут платить тысячу евро в месяц Когда-то Рим был сердцем Великой Империи Но те времена давно прошли Мир изменился А наша власть все еще живет в прошлом и не хочет развития Надеюсь, нас ждет возрождение Так как мы давно застряли в средних веках Пупа, как и многие темпераментные итальянцы Жалуется на положение дел в своей стране Но при этом он также горячо ее любит Что в Риме вам, как местному жителю, просто очень нравится? В Риме живут добрые, веселые, замечательные люди Здесь можно получить прекрасное образование У нас невероятно красивая архитектура Чего стоят Колизеи, Пантеон, Фонтан де Треви Испанская лестница, Пьяца дель Пополо Люди со всего мира приезжают, чтобы все это увидеть А мы здесь живем и с самого детства гуляем по этим улочкам Едим самое вкусное мороженое Пока наши родители попивают самый вкусный кофе Пусть нам бывает нелегко, но зато всегда красиво ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Настоящий житель Рима не только с детства гуляет у Колизея Наслаждается произведением великих художников И по воскресеньям ходит в Ватикан Он также платит большие налоги, ругает власть и хочет повышения зарплаты В общем, все как и везде Но кто как не римляне может сказать, что великая красота Это детский смех Красивая мелодия Закат над Колизеем Природа, которая нас окружает Работа Микеланджело Глаза любимого человека Фонтан де Треви Внутренняя гармония Улыбка матери Любовь Рим – это и есть красота Нам порой кажется, что красота где-то далеко И жизнь других ярче и лучше А на самом деле красота гораздо ближе, чем мы думаем Надо лишь просто захотеть и убедить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова